Непростая ситуация сложилась в одном из дворов Иркутска. Там установили новую детскую площадку. Но поиграть на ней могут не все желающие, ведь она закрыта на замок. Кто это сделал и законно ли это, выясняла Анастасия Смирнова. Этот замок висит не на охраняемом важном объекте, а на детской площадке. Попасть на игровую зону в одном из дворов Иркутска просто невозможно. Заборчик сделали, какой-то зверинец и на замок. Что это такое-то? Ребятишек. Вот они придут со школы, ходят, ходят, попасть туда не могут никак. И вот сейчас дети я прохожу, а дети вот здесь в мячике играют на проезжей части. Играть в мяч на этой детской площадке могут только жители 78-го дома. Именно они закрыли комплекс на замок от посторонних. Ключи есть только у собственников многоэтажки. Это они инициировали возведение здесь новой площадки. Для этого им пришлось пройти процедуру приватизации данного участка. На все ушло 4 года, и делиться новым оборудованием жильцы не хотят. Ломали сразу же велосипед, сдернули эти все. Качели у нас уже скрипит вся. Там не более 70 килограммов. По 100 килограмм на этой качались все, конечно. Заходят дети пьяные, собаки здесь. Вы представляете, естественно, мы вынуждены ее закрывать. Это решение возмущает не только жителей соседних домов, но и пользователей соцсетей. За разъяснением мы обратились в администрацию города. Там был протокол собственников собрания. Были перечислены виды работ, которые должны произвести. Что будет на этой площадке. Участок они поставили на кадастровый учет. Это их частная собственность. Им создали благоустройство, отдали. Они будут его содержать. Поэтому, да, это законно. Я же не приду к вам во двор, если вот он огорожен. Потому что это граница с частной собственностью. Поэтому жители дома имеют законное право ограничивать доступ на площадку для других детей. И, возможно, скоро погулять в соседних дворах Иркутска не получится. Ведь такие замочки могут появиться на многих игровых зонах. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин, Василий Заводский. Новости по будням.